Дом может просто начать разваливаться. Это катастрофа. Плавучая пятиэтажка. Жильцы задыхаются от зловоний подвала и опасаются, что из-за повышенной влажности родные стены могут обвалиться. За что люди платят управляющей компанией 40 тысяч рублей в месяц. 17 мая на Онега открывается навигация, однако не все дождались официального разрешения. 50 человек вышли на воду раньше времени и были оштрафованы. Несанкционированный бунт. Жители Куковки перекрыли движение транспорта, выражая протест строительству новой автозаправки. Борьба за зеленый газон. Борьба с беззаконием власти или с законами бизнеса. Мнение наших телезрителей в прямом эфире. 17 мая батареи в домах Петрозаводчан станут холодными. Начиная со следующего понедельника в столице Карелии завершается отопительный сезон. Среднесуточная температура за последние пять дней уже достигла 8 градусов тепла. Это соответствует нормам окончания отопительного сезона. Тем более, что в последующие сутки в Петрозаводске ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. А потому в 8 утра 17 мая начнется отключение всех городских объектов от теплоснабжения. Причем в этот раз отключение будет одновременным для всех объектов, как жилых домов, так и больниц, школ и детских садов. Также в ПКС уже составлен график планового отключения от горячей воды. Так, с 26 мая по 16 июня греть воду в чайниках придется жителям Куковки, Древлянки, Перевалки, в том числе Пятого поселка, Галиковки, Зарики, Сулажгоры и Радиозавода, а также жителям Центра и Октябрьского проспекта. Ключевая без горячей воды будет с 28 июня по 18 июля. С 19 июля по 1 августа придет черед микрорайона Птицефабрика, а чуть позже, с 26 июля по 15 августа, Соломиного. Традиционно в период отключения будет проводиться прессовка тепловых сетей для подготовки к новому отопительному сезону. Троллейбусное сообщение с Куковкой накануне вечером было остановлено. Люди не могли попасть в центр и виной тому стали не технические причины, а сами жители Куковки. Они перекрыли дорогу, таким образом выражая протест строительству новой автозаправочной станции на зеленом газоне на улице Ровио. Когда этот забор появился, людям говорили, что вместо клумбы здесь появится детская площадка. Но вскоре стало известно, что здесь не будет даже качели, а вырастет новая АЗС. С места событий Александра Репникова. Возмущенные жители Куковки стихийно перекрыли дорогу по улице Ровио. Девять рейбусов встали за несколько метров до остановки. Граждане, разойдемся, допустим общественный транспорт. Дорогу перекрывать! Не можешь, как? Транспорту не давали проехать в течение часа. Ветеранам, которые только отметили 65-ю годовщину Великой Победы, снова пришлось воевать. Дорогу перекрывать в течение часа. Сказать и слово. Николаю Левину пришлось долго объяснять людям, что разрешение на строительство АЗС было принято бывшим мэром Петрозаводска Виктором Масляковым еще два года назад. Но отвечать пришлось нынешнему. Мы сегодня вместе с Владимиром Ивановичем, с представителем Лукойла в городе Петрозаводске уже приняли решение о пристановить строительство. Освободили проход для людей, чтобы могли. В течение недели проверим законы с принятых решений, которые были приняты два года назад. Если решения будут по нашей оценке, по оценке специалистов, юристов незаконными, решение о строительстве данного объекта будет отменено. Сегодня забор начали разбирать. И пока длится проверка документов, стройка заморожена. Если выяснится, что все законно, мэр обещает принять в расчет мнение недовольных жителей. Мэр пообещал разобраться со стройкой. Горожане в свою очередь заявили, что если столичные власти не сдержат обещания, акция протеста повторится. И сегодня мы хотим знать ваше мнение о подобных несанкционированных митингах. Если вы поддерживаете жителей Куковки и считаете, что это единственный способ остановить коммерческую застройку в Петрозаводске, набирайте 599-131. Если думаете, что решать такие проблемы нужно, вооружившись законом, а не перекрывать движение транспорта, звоните по номеру 599-132. Ну и если вся эта ситуация вокруг АЗС видится вам провокация конкурентов, и вы не верите в то, что 300 человек без организатора могут стихийно выйти на такой митинг, ваш номер 599-133. Звоните и голосуйте, ваше мнение обсудим в конце выпуска. А пока в продолжение темы. Правоохранительные органы, как это ни странно, не усмотрели в несанкционированном митинге нарушение общественного порядка. И это при том, что троллейбусное сообщение было остановлено на 20 минут, а двое человек были задержаны в качестве зачинщиков. Ими, как это ни удивительно, оказались депутаты Петросовета. При проведении этого мероприятия было частично затруднено движение транспорта по межквартальному проезду к остановке общественного транспорта. В связи с этим на место проведения собрания привели сотрудники ОВД. При проведении мероприятия нарушение общественного порядка допущено него. К другим темам. По информации специалистов Роспотребнадзора в Карелии не организовано систематическое питание детей в школах. В одних районах во время учебы не могут нормально поесть 8% учеников, в других до 38%. А если принять во внимание изношенное оборудование пищеблоков, стремление руководителей купить продукты подешевле, невзирая на их качество, а также постоянный рост цен, то вырисовывается безрадостная картина, которую сегодня депутаты законодательного собрания обозначили как беспредел. После чего приступили к изучению проблемы. Данные специалистов Роспотребнадзора заставили депутатов в который раз заглянуть в школьные кастрюльки. Кстати, в некоторых учебных заведениях их просто нет, как и самой столовой. Питание в школах скудное, неразнообразное, в основе которого не потребности растущего организма, а устаревшие нормы финансирования. Зачастую кормят детей только после первого урока, а остальное время ребенок вынужден голодать. Перерыв между приемами пищи не должен превышать 4 часов. Если они не обедают или обедают в недостаточном количестве, объеме и несбалансированное питание получают, то это также отражается на их состоянии здоровья. Выход конечного блюда зависит в том числе и от размера торговой надбавки, которая устанавливается. Так почему же сегодня этот вопрос не отрегулировать и не уменьшить? Поставщики надбавки, кадров поваров нет. У нас затратная форма питания, неэффективная, нездоровая. Вместо масла сливочного жир, вместо этого самого, это что-то беспределное. Галина Разбивная предложила коллегам присмотреться к опыту столицы, где действует специальный комбинат школьного питания и начать проектировать в районах подобные. Ведь для того, чтобы установить в образовательном учреждении пищеблок, полностью отвечающий всем сегодняшним требованиям, нужно не менее 4,5 миллионов рублей. А только средних школ в республике почти 170. Ясно, что сегодня на ремонт и оснащение столовых республики миллиарда рублей не найти. Плавучая пятиэтажка. Так называют свое жилище обитатели дома номер 34 по улице Ригачино. Подвал многоквартирного дома затоплен, вода там стоит последние несколько лет. Жить в квартирах, по словам людей, просто невыносимо. А сейчас становится и опасно для жизни. Вода подмывает фундамент и дом начинает оседать. Наша дежурная съемочная группа сегодня убедилась в этом лично. Снимать сюжет в затопленном подвале пришлось не иначе, как в болотных сапогах. Рядом со мной плавают нечистоты. Жители первого этажа, конечно, все это ощущают. Жители у нас 71-й квартиры выехали. Вода в подвале, характерный запах в квартирах. Из-за прогнивших труппи стояков такой потоп еще в пяти подъездах. Самое опасное, что в каждом из подвалов электрический щиток. Вот здесь перед нами находится электрический щит. Все в любой момент может произойти. У коммунальщиков же такая картина эмоций совсем не вызывает. Полгода назад аварийка пыталась откачивать из подвала воду, но бесполезно. Менять или ремонтировать трубы здесь никто не собирается. Между тем, управляющий компанией «Жилфондслужба» за техническое обслуживание жильцы всех квартир каждый месяц платят больше 40 тысяч рублей. Приходится пылесосам каждый вечер собирать их. Все лицо, все руки, он, пожалуйста, все искусственно от комаров. На первом этаже живет семья. Там у них вообще все полы вздутые, вообще невозможно жить. Вонишься такая, как из туалета. Вот так и живут. А комары вот такие, как слоны летают. От укусов насекомых страдают не только обитатели квартир. В доме находится филиал детской поликлиники. Жильцы опасаются, что из-за повышенной влажности стены здания могут просто-напросто обвалиться. В крайнем подъезде уже просело крыльцо. Основание фундамента сбоку лопается. То есть через какое-то время дом может просто-напросто начать разваливаться. Это катастрофа. Вода в этом подземном водохранилище с каждым днем только прибывает. Жилищная инспекция об этой ситуации знает, но только разводит руками. Вместо того, чтобы отстаивать права горожан. Да более знакомая ситуация. Если вам, уважаемые зрители, есть что нам рассказать, звоните по телефону 53 32 32. Давайте делать новости вместе. Впереди у нас реклама. У вас есть время, чтобы поучаствовать в нашем интерактиве. Вот на данную минуту мы видим, что большинство телезрителей считают, что несанкционированный митинг – это единственный способ отстоять свои права. У вас есть 120 секунд рекламы, чтобы повлиять на итоги голосования. Большая раздача для тех, кому на дачу. В Шансе. Узкая стиральная машина «Инвизит» на 800 оборотов всего за 7 990 рублей. Скажите все цветами. Цветы на Ленинградской. Единственный в Карелии специализированный магазин «Зеркалика» предлагает эксклюзивные дизайнерские зеркала, изделия из стекла и витражи. Мы воплотим любые ваши фантазии и поможем с выбором готовых изделий. Салон «Зеркалика». Торговый центр «Гоголевский». Вход рядом со Сбербанком. Центр моды. Все для парикмахеров и их клиентов. Профессиональные инструменты и аксессуары. Косметика ведущих производителей. Средства по уходу за ногтями и волосами. Салоны «Центр моды» на Ленина 3 и Калинина 48. Тысячи рук каждый день открывают и закрывают наши окна. И это лишний раз подтверждает их качество и надёжность. Магия окон. Инструменты, которые будут работать на вас. Бензопилы. Буду пилить. Газонокосилки и триммеры. Буду косить. Автомойки «Керхер». Буду отмывать. Насосы и насосные станции. Буду качать. Автоключ. Империя инструментов по демократичным ценам. Уютное место для делового обеда и романтического ужина. Для любого семейного торжества и весёлого отдыха с детьми. Новое кафе для новых встреч. Кафе на Первомайке 9. Вы переплачиваете? Тогда внимание! Нефтяная компания «Лукойл» представляет программу импортозамещения. Моторное масло «Лукойл» серии «Авангард» для современных дизельных двигателей. Одобрена «Волба» и другими ведущими автопроизводителями. Официальный дилер «Лукойл» в Карелии. Торговый дом «Промышленные масла». Крутимся сами? Помогаем раскрутиться другим. Рекламное агентство «Прома». Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». И мы продолжаем. В Карелии открывается навигация. Выходить на лодках и катерах на Онежское озеро можно будет с 17 мая. На юге Карелии сезон открывается 14 мая, а на севере республики только 21 мая. Впрочем, жители Карелии официального открытия навигации не дождались. Уже 50 человек оштрафованы за то, что вышли на воду раньше времени. Инспекторы государственной инспекции уже патрулируют акватории наиболее популярных у народа озер Карелии. Сегодня перед началом навигации на набережной города для проверки готовности к летнему сезону собрали личный состав Петрозаводского, Пряжинского, Кондопорского и Прионежского гимс. Спокойствие Онега обманчиво, говорят спасатели. До 17 мая выходить в озеро на лодках и катерах опасно для жизни. Погодные условия на сегодняшний день еще не позволяют в полной мере обеспечить безопасность этих судов на водоемах. У нас еще до сих пор в Онежском озере плавающие дины. Это здесь, в Петрозаводской губе, чистая вода. А дальше в Кирске, в Шхера и дальше в открытом озере еще лед. Но столкновение со льдом, вы сами представляете, что может быть. В республике 600 тысяч озер. Поставить инспектора на каждое невозможно, сетуют в ГИМС. Возможности ограничены. Хотя в последнее время техническое оснащение службы стало намного лучше. Из последних приобретений катер КС-701. Маневренный и быстрый, он позволит прийти на помощь с минимальными затратами времени. Уже завтра он отправится в первое патрулирование. Ведь самые нетерпеливые граждане Карелии уже открыли лодочный сезон. При проверках проявлять принципиальность, значит, особо обращаю внимание на контроль за судовладельцами или судоводителями, которые нарушают правила эксплуатации судов, особенно это нетрезвым состоянием. Алкогольное опьянение при управлении маломерными судами, по статистике, самая частая причина – гибели на воде. Также жители Карелии не всегда могут рассчитывать свои силы и нередко заплывают на совсем небольших лодках слишком далеко от берега. Все вместе это приводит к печальным последствиям. Каждый год на озерах Карелии за летний период гибнет несколько десятков человек. А сейчас пришло время подвести итоги нашего интерактива. Итак, сегодня мы спрашивали вас, как вы расцениваете несанкционированный митинг жителей Куковки против строительства АЗС. И вот мы, как видим, большинство телезрителей, более тысячи голосов, считают, что такой митинг – это единственно верный способ отстоять свое право дышать свежим воздухом, а не выхлопом. О том, что это нарушение закона, помнят немногие – 188 человек. Ну, кстати, нарушение-то тут обоюдное. Кто-то ведь закрыл глаза на то, что рядом с АЗС троллейбусное кольцо, водяной коллектор, да и сама заправка прямо на пешеходном переходе. Ну, для кого-то это, видимо, мелочи. Разрешение на стройку получено, причем дано оно городской администрации. Значит, с нее и спрос. Провокацию конкурентов в этом усматривает, ну, совсем немного человек, всего 31. Ну, заправок предостаточно, пускать чужих не всем хочется. Вот тут, кстати, непонятно, а с кем предстоит бороться? С законами бизнеса или с беззаконием властей? Или граница тут уже размыта? В любом случае, борьба за зеленый газон на Куковке стала прецедентом. Последний раз жители Петрозаводска перекрывали дорогу в годах в 90-х. Ну, тогда было понятно, голод и нужда заставляли их идти на отчаянные меры. А что сегодня? Вопрос адресуем тем, кто, не задумываясь, распоряжается городской землей. Спасибо всем, кто звонил нам в прямой эфир. Прямо сейчас смотрите и слушайте «Глаз народа». Народное мнение о строительстве новой АЗС. А вечером на телеканале ТВ-21 в цифровом пакете кабельной сети НИКа смотрите фильм «Багровые реки». А новости на сегодня все. О самом важном и интересном мы расскажем вам, но уже в нашем следующем выпуске. Всего вам доброго. Берегите себя. Продолжение следует... Перед выборами мэра по пластиковым картам. Дешевый общественный транспорт, но выборы состоялись, и красноречивые таблички в маршрутах возвращали нас на бренную землю. Дословно это выглядело так. С 1 сентября 2009 года отменены скидки на проезд по социальным дисконтным картам. Стоимость проезда 12 рублей. А было сколько для владельцев пластиковых карт? Да-да, те же 10 рублей, что и сегодня. Поэтому с уверенностью можно сказать, что пройдут выборы в Петросовет, и цены снова изменятся. А в транспорте появятся таблички. С 1 апреля 2011 года отменены скидки. Стоимость проезда 18 рублей. Боюсь нас, уважаемые петрозаводчане, ждет это дежавю. Читайте в свежем номере газеты «Петрозаводск». Когда в городе отключат тепло и горячую воду. Горожане не хотят новую автозаправку на Куковке. Сотни человек перекрыли движение транспорта. Из центра города убирают маршрутки. Власти города затеяли реформу. Честь мундира или вседозволенность? Можно ли бороться с милицейским произволом? Получаем загранпаспорт, пошаговая инструкция. Наше здоровье, как уберечь себя от инфаркта. А также самые интересные городские новости, полная программа телепередач, прогноз погоды и афиша городских событий. Началось все с того, что появилась идея создания детского клуба. Я обратилась в центр занятости. Отучилась некоторое время на курсы предпринимателей, можно назвать. Потом уже я написала бизнес-план. Прошел какой-то отбор. И мне перечислили деньги. Завезли оборудование, начали работать. Все, собственно, просто. Обратитесь в службу занятости населения. Отчего возникает головная боль? Позвоночные и сонные артерии питают головной мозг. Смещение, нестабильность позвонков, остеохондроз, атеросклероз приводят к сжатию артерий. Сосуды зарастают шлаками, как садовый шланг грязью. Наступите на шланг. Это же происходит и с вашими сосудами. Нарушается кровоток. Возникают боль, головокружение, тошнота, кислородное голодание мозга. Не топчите свое здоровье ногами. Решение ваших проблем в костной клинике. Улица Лизы Чайкиной, 5. Телефон 765376. Увлекательное фотопутешествие по заповедным местам Карелии. Чудесные ландшафты. Уникальные исторические и архитектурные памятники. DVD-диск «Карелия. Взгляд с высоты птичьего полета». Новая редакция с авторской музыкой, эдикторским текстом на русском и английском языках. Отличный подарок для друзей и гостей Карелии. Спрашивайте в книжных магазинах и киосках Петрозаводска. Заудачные покупки. Заудачные покупки. Магазин «Королевский размер». Коллекция 2010 года. 22 мая в отеле «Колевала» состоится ежегодный пир викингов. Незабываемое шоу с батальными сценами раннего средневековья. Ароматные шашлыки и пенные напитки. Развлечения и угощения для самых маленьких. Справки по телефону 788614. Неудивительно, что мой дом всегда полон гостей. Когда к чаю у меня конфеты «Славянка». Фарс или курьё. «Славянка». Вкус, рождённый мечтой. Золотой овен. Дарите любовь. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Нежность. Спокойствие. Страсть. Тишина. Бастет. В гармонии с тобой. Борис Гребенщиков. Игру по аквариум. С новой программой «День радости». 28 мая в 19 часов на сцене ДК «Машиностроитель». Заказ лучших билетов по телефону 630590. Здравствуйте. Вы смотрите «Глаз народа». Мы находимся в самом начале улицы Ровио. Раньше на этом месте была ухоженная клумба и газон. Но в этом году вместо цветов здесь вырастет новая автозаправка. И сейчас мы узнаем у жителей Куковки, как они относятся к этой идее, а также, что, по их мнению, нужно построить в этом районе. Я к этой идее отношусь как совершенно, я считаю, какую-то бредовую голову могла обретти такая идея. Это, вы понимаете, это же ведь опасно. Посмотрите, в каком месте они собираются закачивать бензин. Рядом школы, огромные вот эти многоэтажки, транспорт, искры любые и так далее. Пусть нам построят на этом месте фонтан. Хотя бы один на Куковке фонтан и для детей нормальное место для отдыха. Куковка считается экологически чистый район. Поэтому зачем нам засорять матушку природу? Зачем? Детям некуда деваться. Такой район детям некуда деваться. А строят непонятно что. Там мою клумбу исполчила цветы. Новая заправка с некачественным бензином разбавленным. Ну, я с этого ничего не имею, ничего не получу. Через 200 метров там заправочная станция. И вот через мост еще одна автозаправочная станция. Рядом стоит храм. Как можно такое позволить? Это беспредел. Тоже маленькая территория. Экология нарушается. Во-вторых, у нас есть 4 заправки. 5 даже заправок на Куковке. Там заправка, здесь заправка. На лыжные две заправки. Зачем нам дом смотреть, в каком расстоянии? Начался Новый год. Фейверк пустим. И взорвется же все. Я категорически против, поэтому, во-первых, экологический фактор играет большую роль. Да, сами-то подумайте, такое будет движение, пробки постоянные. Мы и так страдаем от состояния, а еще будет заправка. Я категорически против. Вы знаете, заправок в микрорайоне достаточно. Практических очередей нет. Потребностей у города нет. Личной заправки какой-то на Куковке. Другое дело, что у нас исторический облик города, конечно, в последнее время, то есть, в центре города, особенно, то есть, ну, все переворачивается. Конечно, нет. Конечно, Куковка должна оставаться такой, как ее запроектировали 30 лет назад. Мы и таки! Мы и таки! Вся Куковка протестует против этого беспредела. Молодые люди нас все поддерживают. Поэтому мы считаем, что когда так народ весь поднимается, следовательно, надо власти тоже думать и репу чесать. И думать о том, что это может для них очень плохо кончиться. Не добиваться заправок! Вот эти петли. Нет, что-то красивое. Нет, нет! Нет, нет! Нет, нет! Как вы считаете, вот при таких глобальных застройках нужно ли учитывать мнение о жителе? Конечно же, нужно учитывать, потому что, видите, они не поставили никакого стена, что здесь будет АЗС. Они попытались скрыть этот фактор. Во всех странах учитывают мнение. В той же Филианге, где мне вчера приехала подруга, сказала, в первую очередь, там спрашивают людей, что они хотят. У нас-то не спрашивают, у нас все решают деньги. Я считаю, что, конечно, общественное слушание, если возможно, их нужно проводить. Надо подумать в первую очередь о детях. Дети! Здесь же тысячи детей! На Куковке не хватает нормального общественного туалета. На всю Куковку нет ни одного. У нас ничего нет, ни детского кафе. Собирались построить детское кафе. Так и не построили. Тут была какая-то надпись на заборе. Значит, надо там, типа, где дворец спорта, там. Вот где он на самом деле? Не тратим! Не тратим! Не тратим! Вот этой будущей Куковки в лице бабушки, против вот этой заправки. Я хочу, чтобы здесь был зеленый газон и были клумбы. И чтобы ребенку было дышать, можно было дышать свежим воздухом. Газон! 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 Так у меня это на строительство СССР подписаны два года назад. Подписаны прежние администрации. Ну и что? Поэтому я сейчас, даже как и вы, оказываюсь в такой ситуации, что мне приходится соглашаться с тем, что было принято два года назад. За два года мы не знали, что здесь стоится заправка. Да это бред. Моя задача – учитывать мнение населения. Поэтому сегодня я приехал, увидел, что народ на Куковке возмущен тем, что этот объект должен строиться здесь, вот на этой поляне. И, конечно, мнение населения будет обязательно учтено при рассмотрении всех вопросов, связанных со строительством СССР. Большая раздача для тех, кому на дачу. В Шансе. Телевизор «Витязь» диагональ 37 сантиметров всего за 2500 рублей. Хит-мебель. Мы производим мягкую и корпусную мебель в короткие сроки. Богатая цветовая палитра ткани, стильный дизайн, комоды, диваны, шкафы, купе. Мебель от прихожей до спальни. Невского 63 и Первомайский 24. Хит-мебель. С нами уютнее. Классические мужские костюмы и ультра-современный стиль кэжелл. А также обувь, трикотаж, нижнее белье и аксессуары. Секция мужской одежды «Кавалер». Золотой Овен. Дарите любовь. Большая раздача для тех, кому на дачу. В Шансе. ЛСД-телевизор «Супра» диагональ 38 сантиметров. Всего за 4990 рублей. Прогноз погоды представляет карельская телекомпания «Ника». Вы этого не увидите, если у вас нет цифрового телевидения. Спорт. Подключайтесь. По прогнозу Карельского гидромедцентра, 13 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром туман. Кратковременные дожди, гроза. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла. Смотрите в цифре. Доплатив всего 115 рублей в месяц, вы получаете возможность смотреть 24 цифровых канала. Подробности по телефону 515191. Курс валют представляет ОАО «Восточный экспресс-банк». На 13 мая, по данным Банка России, установлен следующий курс валют. До встречи.